МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа городская среда, мегаполис будущего, новое пространство для жизни. Так назывался Московский урбанистический форум, который проходил в эти июльские дни в столице Российской Федерации. Интерес к событию высочайший. Мероприятие посетили 38 российских и иностранных правительственных делегаций. В дискуссиях и круглых столах приняли участие 416 спикеров из самых разных стран мира. На самом форуме работали 600 журналистов из 244 российских и зарубежных средств массовой информации. Уже написано более 5000 статей и 11000 сообщений в социальных сетях. В работе Московского урбанистического форума приняли участие кишиневские муниципальные советники от партии социалистов. Приглашение поговорить о самом событии не только в рамках нашей программы согласились Станислав Вартанян и Александр Одинцов. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Итак, восьмой Московский урбанистический форум. Чем интересны эти события с точки зрения людей, которые заняты тем, как упорядочить работу городского хозяйства? Чем интересны эти события с точки зрения восприятия? Что это? Законодатели норм, мод в том, как развиваются мегаполисы? Или это простой обмен опытом, например, тем, как, например, реализуются те или иные проекты в каком-либо городе, мегаполисе? Это первый вопрос. И второе, можно, наверное, отвечать, наверное, с него. Чем для вас лично запомнился, какими встречами, какими интересными открытиями запомнился этот форум? Александр, давайте с вас. Ну, давайте так. Начнем с фундаментальных вещей. То есть форум – это такое мероприятие, где собираются специалисты. Но не зря проводятся форумы в различных отраслях. То есть медицина. Когда проводится форум, какой-то медицинский форум, это ведущие специалисты в этой области обмениваются опытом. В данном случае урбанистический форум. Представьте себе, это проектанты, архитекторы, мэры городов, главные архитекторы городов, ведущие урбанисты мира, и особенно те, у которых успешные проекты, они доказали, вот наша практика, она действительно работает. Они на форуме представляют свою концепцию, доводят нам информацию, доставляют доклады и делятся своим опытом. Это колоссальнейшее мероприятие. То есть нет необходимости посетить австралийские города, американские города, европейские, латиноамериканские города для того, чтобы каждый город изучать в отдельности в воде. Все специалисты в одном месте говорят в принципе об одном и том же. И одно и то же, главная концепция форума в этом году – это человек. То есть развитие города должно быть ради человека. Вокруг человека строится построение города. Города, они конкурируют, представители Тель-Авива, представители Генуя, Красноярска, они конкурируют за таланты, конкурируют за инвестиции, конкурируют за привлечение молодых рабочих специалистов, которые хотели бы работать в этом городе. И задача города – создать такую концепцию, вот если говорить о нашем генплане, такую концепцию, которая смогла бы обеспечить конкурентоспособность нашего города, который представляется, по сравнению с другими региональными городами. Я вкратце, Красноярск. Красноярск промышленный, мы разговаривали с мэром этого города, Красноярск промышленный город. Типичный промышленный город, который находится посередине между Пекином и Москвой, если с Москвы до Пекина долетать, это около 12 часов лету. Они что решили сделать? Они привлекли ведущих, то есть даже не российских, ведущих специалистов, урбанистов мира, которые сказали, говорят, ребята, у вас шикарная переговорная площадка. Китайцам, вьетнамцам, представителям бизнеса Средней Азии, это единый центр мирового роста мировой экономики. Географического положения. Совершенно верно. И мы, вот я почему задел Красноярск, потому что у нас такое же положение приблизительно. Китайцам, вьетнамцам и так далее, бизнесменам удобно лететь не в Москву 12 часов и тратить столько времени, а прилететь в Красноярск, если там будут условия. Точно так же москвичам легче встретиться в своем городе, в российском городе Красноярске с бизнесменами из азиатских стран для ведения переговоров. И вот в Красноярске создаются условия, создаются площадки дискуссионные, создаются бизнес-площадки, создаются бизнес-центры, создаются гостиницы, инфраструктуры, открываются рестораны, создаются специально переговорные ателье, где мне очень удобно прийти, представить свой товар. Выставочные площади создаются, где можно представить свой товар. И вот два года, как эта концепция была представлена, вот за два года Красноярск уже чувствует привлечение людей, туда уже привлекают переговорщики, переводчики, переезжают в Красноярск, потому что знают, что здесь китайские, китайско-русские и другие переводы, уже привлекают людей. Вот Кишинев, если бы, к сожалению, топ руководства администрации, которое было, ранее там задумывалось, мы опоздали на 8-10 лет, вот нам необходимо обеспечить конкурентоспособность по сравнению с региональными городами, такими как Яса, Одесса, Черновцы, какие у нас еще города есть, для того, чтобы даже специалистов с этих городов, талантливых людей, которые производят интеллектуальный продукт, производят стартапы, лечь просто проживать в Молдове, проживать в Кишиневе, тогда город будет развиваться, но мы должны создать для этого условия. Станислав, ваше впечатление, на что заострилось внимание Москве? Ну, я позволю немножко в другом аспекте рассказать о форуме, более приземленном, потому что для меня, в том числе, это был форум шоу-кейсов, в том числе и в первую очередь Москвы, и то место, где проходил форум, оно тоже не зря было выбрано, это парк Зарядье, который был построен на месте. Абсолютно новый парк Зарядье, уникальный, который был построен на месте гостиницы России бывшей. Я думаю, если бы это был бы Кишинев, то в центральном, в центре города там бы построили бы какой-то многоэтажный комплекс. И очень важно для меня было, буквально самое первое выступление, которое я услышал на форуме в первый же день, это выступление Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, который идет сейчас на выборы, через несколько месяцев у них выборы, и скорее всего с большой долей верности он победит, потому что, ну, действительно, как Москва преобразовала за последние годы, это, ну, уникальный, наверное, опыт, потому что многие помнят, какая она была, какая она была, да. То есть она была в целом, в принципе, во многом похоже на Кишинев, бесконечные пристройки, депрессивные улицы, да, в центре города загажено все было парковками, отсутствие пешеходных улиц, отсутствие городских пространств, пробки, транспорт. Сейчас вот за эти 4-5 лет, как вот Савянин управляет городом, они сделали, конечно, технологический прорыв и урбанистический прорыв, который многие города проходили там 10, 20, 30, 40 лет. Но, так вот, возвращаясь к выступлению Савянина первому, он сказал, что очень важно сделать так, чтобы, как для любого мэра города, любого руководителя, чтобы не только мы любили Москву, в данном случае, города, но чтобы и город любил нас. И вот в дополнение тому, что сказал Саша, конечно же, как бы самая главная тема все-таки, это чтобы город был удобен прежде всего для жителей города. То есть инвестиции и по стиле-то хорошо, но вот то, как Савянин смог и вот на всех, практически на большинстве сессий других, где говорится о бурманизме, в той или иной степени говорится о том, что насколько сейчас важна тема удобства города с различных сторон. И в этом плане я вам скажу один пример, который так же сопоставим с Кишиневым. Несмотря на то, что Москва, конечно, что там в 10-15 раз больше Кишинева как минимум по населению, да, 12 миллионов основная, там до 20-ти когломераций, и несмотря на то, что наши идеологические и политические соперники, противники, в том числе наши фракции, говорят о том, что вот вы смотрите там та же самая Россия, авторитарное государство, а вот здесь у нас демократия, европейская столица. Я вам скажу, например, вот проект московский «Активный гражданин», о котором я говорил в том числе на форуме, задействовал за последние несколько лет более 2 миллионов граждан. Это практически каждый пятый, даже чуть больше. Это вот если перенести на кишиневские действительности, можно сказать, что из 750, условно говоря, жителей Кишинева, около 150 тысяч практически постоянно пользовались бы системой взаимодействия с гражданами. Такого здесь, к сожалению, нет. А здесь не что это такое? Да, то есть эта система взаимодействия с гражданами посредством онлайн, начиная от петиции, жалоб, голосований, и они односторонние, тут же диалог получается с властью. То есть полное участие горожанина, в основном через электронные онлайн-услуги, через вовлечение, начиная от того, где поменять лампочку, где осветить побольше улицу, где поставить скамейку, как благоустроить свой двор и заканчивая глобальными проектами своего района, города, управы и так далее. К сожалению, у нас этого нет. И вот таких примеров очень много, в том числе людей. И очень интересная была, вот Александр подтвердит, презентация Сергея Семеновича Собянина по электронной системе взаимодействия школьников с москвичами. То есть тоже сумасшедшая система. К примеру, у них очень такая инновационная вещь, которая сумасшедшей популярностью пользуется. 750 или 75 тысяч учителей подключены к системе, и они уже загружают свои планы уроков. Тем самым люди по всей России, учителя другие. Некоторые уроки просто уникальны. Планы уроков. То есть любой же урок, он стандартный как бы. Но каждый учитель, исходя из своего опыта, исходя из своего креатива, преподает по-своему. И вот они планы этих уроков загружают. И человек может в Анадыре или во Владивостоке скачать его и посмотреть, не говоря уже о Москве. И, кстати, этот проект мы тоже как бы уже инициировали. Я к чему говорю, что отличное, вот почему мы поехали, что мы уже второй год ездим, что важно очень, что мы стараемся смотреть не только на глобальные тенденции, но мы стараемся выцеплять оттуда из формы те идеи, которые мы можем перенести на Кишиневские реалии. Да, понятно, что мы делаем поправку на количество населения, на размер города. Но, тем не менее, многие вещи, особенно сейчас, в эру электроники, в эру повальных услуг, которые переходят все онлайн, многие вещи действительно не зависят от размера города. То есть, понятно, что Москва – это баснословный бюджет. Понятно, что Кишинев намного меньше. Но многие вещи… Я извиняюсь, на наши леи – это около 6 триллионов леев, чтобы вы понимали. В год бюджет, да. У нас бюджет Кишинева – 4 миллиарда. Да. Но, тем не менее, те же самые системы, они могут работать как и с такими огромными бюджетами, так и с маленькими. Понятно, что там надо подготовить те же самые школы, закупить оборудование. Понятно, какие-то вещи нужно взять. Но в любом случае… Та же электронная платформа… Да, да. В любом случае. Что очень важно понимать, что чтобы достичь больших высот, чтобы достичь уровня жизни и уровня комфорта, уровня урбанизма и развития города того, который достоин столицы европейского государства. Потому что поскольку мы географически находимся в центре Европы, надо стремиться к лучшему. И я вам скажу, что многие кейсы, которые мы видели там, большинство кейсов, действительно есть что почерпнуть и нам есть что привнести. Поэтому в этом отношении сам форум, помимо тех встреч, которые у нас были и в Московской Государственной Думе, но мы, наверное, еще по ним пройдемся, чтобы не забегать вперед, это для нас в первую очередь получение максимального количества опыта. И я очень надеюсь, что вот этот второй год, на следующий год туда уже поедут не только представители муниципального совета, но и исполнительные власти. Мы об этом же говорили, что очень много вещей могли бы взять и главный архитектор, и вообще представители урбан-кишиневого проекта и так далее. Те люди, которые занимаются непосредственно развитием города. Тогда вот такой вопрос. Понятно, что на этой площадке этого форума происходило знакомство с самыми разными моделями развития больших городов. Потому что каждый город, чьи представители приняли участие в этом форуме, представляя свой город, показывали, чем они интересны, чем они интересны для участников этого форума. И вопрос следующий. Знакомьтесь с этими моделями, какая модель ближе всего к вашем видении, например, для развития Кишинева. Что можно почерпнуть, например, из опыта развития города, допустим, Тель-Авива, развития европейских городов, развития, допустим, тех же российских городов? Что можно было бы взять за основу, чтобы создать такую компоновку кишиневской модели? Давайте так. Саму модель брать, может быть, не совсем корректно. Мы можем заимствовать концепции. Ну, к примеру, вот одна из глобальных концепций касается, то есть, как снизить трафик или как снизить дорожное движение, уменьшить количество пробок в городе. Помимо создания таких условий, чтобы водитель имел возможность и либо вынужден, либо сам хотел пересесть на общественный транспорт, потому что общественный транспорт уходит быстро, как в Москве и в других городах уходит по выдаленных линиях. И водитель, стоя в пробке, он понимает, да ну нафиг этот автомобиль, лучше я проеду на общественном транспорте значительно быстрее. И дешевле. Да, и дешевле будет. Действительно. И это дополнительный доход бюджета, это значит еще лучшее развитие общественного транспорта. И там все сделано удобно. По единой карточке ты вышел с метро, сел в маршрутку, если надо, доехал до троллейбуса по этому же уже оплаченному билету. Так и создание таких условий, чтобы человек, проживая в своем районе, у него не было необходимости выезда в другой район для обеспечения своих потребностей. То есть, если ваша супруга сидит дома с ребенком, ей необходимо оплатить коммунальные. И детский садик, или там какой-то рынок, или какой-то магазин, или школа, это должно быть в 10-минутной доступности пешим ходом. То есть, нужно создавать так планировать микрорайоны, так планировать застраивать город, чтобы человек мог обеспечить элементарные потребности в 10-минутной доступности. То есть, не надо ехать в другой район, не надо садиться на автомобиль. Все должно быть, тогда не будет достаточно пробок. Люди будут передвигаться, для того, чтобы посетить кинотеатр, поехать на работу. Вот тогда, да, будут люди требоваться пользоваться и общественным транспортом, и автомобилем. А каждый город должен создавать свою концепцию. Ну вот смотрите, к примеру, во-первых, нужно наш город рассматривать, и, к сожалению, наш генплан в 2007-го городе, он рассматривает Кишинев не как муниципи, как агломерацию, он рассматривает как город. И, к сожалению, у нас в этот генплан муниципи не включены. Они есть на карте, там нарисованы, но каждый, к сожалению, совет пригородов, они что хотят, то и делают. То есть, сами рассматривают развитие своего... Они свои генеральные планы принимают, которые противоречат Кишиневскому генплану, понимаете? А Кишиневская агломерация, на самом деле, вот как Москва. Москва 12 миллионов человек, но на самом деле московская агломерация это 20-25 миллионов человек. Они рассматривают как агломерацию это количество тех людей, которые ежедневно участвуют в жизни города. Он приезжает в город работать, либо учиться, либо за покупками, либо по другим делам просто человек приезжает, это ты уже участник или соучастник, сожитель этого агломерации. Вот кто у нас в агломерации? У нас жители Водуловод. Они регулярно сюда приезжают. Жители Еловен. Я, как учащийся школы на телецентре, у нас много одноклассников, которые проживали в Еловенах. Они каждый день ездили туда и сюда. То есть, надо создавать такие условия, чтобы жителю Еловен было удобно сюда добраться, и мы должны это таким образом рассматривать. И желательно, чтобы он не пользовался личным автомобилем, а пользовался общественным транспортом. Тогда у нас не будет пробок. То есть, тот же мост в водно-телецентре. Также у нас Анин очень много людей регулярно, которые сюда торгуют, за покупками, в больницы, в магазины. Точно так. И вот необходимо с севера на юг, это у нас Аргеев Анина, наверное, скажем так, и водолуводы Ханчешты. Вот это вот и есть Кишиневская агломерация. Именно так мы ее должны рассматривать. И так, кстати, если брать более глобальный уровень правительства, если грамотно, вот грамотно продумать и вложить деньги в развитие вот этой большой агломерации, это есть толчок роста для экономики всей республики. Но это нужно продумать, это нужно деполитизировать, это нужно убрать дискриминацию, там, по русскому языку или не по русскому языку. Это необходимо привлечь инвестиции, чтобы люди знали, что здесь инвестиции работают. Это необходимо создать такие условия, чтобы людям было комфортно. Еще одна из концепций, мы знаем, к примеру, французы, немцы, богатые европейцы, особенно северных стран, они насытились уже Грецией, all-inclusive, Турцией и так далее. Им у них возникает желание почувствовать первобытную этническую составляющую каждой страны. Они посещают Африку, там, живут пару дней в хижинах, грубо говоря. И вот не зря у нас сейчас Бутученов по Дорогеевам развивается, вот исторический центр Молдовы, там, этно-рестораны, этно-гостиницы появляются. Пенсионы. Совершенно верно. У нас же в Кищеневе тоже есть что показать, но у нас это не развивается. У нас Мазаракевская церковь 1775 год, Георгиевская церковь 1812 год, сразу после Наполеона она была заложена и построена. Эти церкви, а вокруг если провести раскопки, вот Стас возле армянской церкви сейчас проводятся раскопки, и эти раскопки не надо, вот раскопал и закопал обратно. У нас же есть туннели. Вот турки что делают? Вот они на каждом камешке зарабатывают деньги, не только турки. Там в Риме то же самое, в Афинах то же самое делают. Любые развалины, они превращают в способ зарабатывания денег, способ привлечения туристов. Потому что вызывается интерес туристический. Вызывает интерес, вызывает историю. Вот посмотрите, любое историческое здание Кишинева, кроме идиотской таблички, исторический памятник такого-то века, больше ничего нет. А напишите краткую историю. В этом памятнике проживала любовница Пушкина или кого-то. То есть опишите историю этого объекта. Это значительно привлекает, это самим горожанам станет интересно. И вот когда создается целая концепция, вот там какой-то исторический памятник или археологическая находка, ее, допустим, закрыли в купол, чтобы она не портилась и так далее. Но есть историческая табличка, есть купол, где люди могут посетить, посмотреть, купить какой-то сувенирчик. Это уже дает работу нескольким кишиневцам, которые производят эти сувенирчики, которые продают какую-то еду в общепите тем же туристам. И сюда привлекает турист западный. Когда турист западный, вот вам уже развивается 3-4-5 процентов экономики города, только на туризме могут развиваться. Дополнительно, вот мы видим в интернете, в фильмах и так далее, большое количество талантливых молодых людей, вот как я сказал, конкуренция за таланты. Они спокойно живут на каких-то карибах, живут в Тайване, Таиланде, в Турции, на побережье, только потому, что там климат красивый. А он работает в интернете. Он создает программные продукты, интеллектуальные продукты, которые продает богатым транснациональным компаниям, получает очень приличную зарплату. Это от 5 до 10 до 20 тысяч евро серьезные программисты получают. Ему без разницы, где жить. Без разницы, где жить, это должно быть несколько слов. Ему должно быть комфортно, ему должно быть приятно, безопасно, и он должен себя чувствовать дискриминационно там, где он проживает. А почему бы этому человеку не пожить какое-то время в Кишиневе, год, два, три? У нас очень вкусная кухня, у нас город красивый, его можно сделать еще красивее. Если его сделать безопасным, создать такие условия климат хороший. У нас есть, у нас этника хорошая, у нас история хорошая. И человек, в принципе, мог бы здесь создавать свои продукты, прекрасно отдыхать, пить наше молдавское вино, заниматься творчеством, заниматься производством каких-то стартапов, и в том числе уплачивать здесь местные налоги, в том числе привлекать сюда своих друзей, которые, опять же, бронируют гостиницу. Это у нас доход, местный бюджет от гостиничных сборов. Заказывают такси, бронируют автомобиль, заказывают еду в ресторане, и вот в регулярном посещении только на это можно зарабатывать. Бюджет получает дополнительный доход. Из дополнительного дохода мы можем развивать другие отрасли социальные для наших горожан, чтобы они также себя комфортно чувствовали. А самое главное, когда здесь большое количество иностранцев, и они комфортно себя чувствуют, и наши жители как бы учатся, что да, вот надо быть таким, и надо создавать условия, чтобы сюда люди деньги привозили, инвесторы вкладывали в Кишинев. То есть, когда сам житель становится таким соучастником этого процесса. Совершенно верно. Ну, вам удалось побывать на площадке и Московской городской думы, то есть вы общались практически с своими коллегами, москвичами. Что интересно удалось подсмотреть, услышать, узнать, как строится работа и над какими процессами, то есть над чем ломают копия народные избранники Мосгордумы? Ну, там более-менее все просто. Значит, мы договорились о том, что мы будем работать, это была такая большая встреча между главой Мосгордумы, господином Шапошником и нашей фракцией. Мы договорились о том, что мы создадим рабочие группы, которые будут работать целенаправленно, именно точечно по каждому из направлений. Одно из важных направлений — это, безусловно, помощь московских коллег в уточнении разработки и актуализации генерального плана, потому что действительно в Москве этим занимаются целые НИИ. И, конечно же, учитывая размеры Кишинева, им намного легче сделать это и быстрее сделать, чем когда это делается здесь. И в этом плане это очень один из самых важных проектов. Они также готовы поделиться опытом, начиная от управления, как вот наш, перефразирую, наши места, это притуры, префектуры, управление ЖКХ, очень важное там, да, очень много, то есть практически точечные вещи. Кроме этого, нам рассказали о том, какая у них избирательная реформа, да, то есть у них сейчас готовятся к выборам мэра Москвы. И они создали такую систему, когда люди, которые выезжают за пределы Москвы, могут голосовать как бы выездные избирательные участки, потому что в сентябрь и август большое количество москвичей выезжают, да. Но опять-таки, вот, возвращаясь к предыдущему вопросу по поводу проектирования, и в том числе и вот Мосгордумы, вот я на мысль навело, я хотел бы поделиться. Вот я дам просто простой пример. Я начал когда-то как о заряде и о том, что можно было бы построить на месте старого здания, на месте гостиницы России, и как Москва вышла из этого. И Москва это вышла из этого, в том числе... Республиканский стадион, прекрасное место, где ты можешь благоразоваться. Да, Москва вышла из этого, в том числе, как Сергей Семенович Касасобянин сказал, что мы посоветовались, как бы, ну, я предложил, и спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который все-таки согласился на такой проект. Это к чему я говорю. У нас аналогичный случай со знаменитым кафе Гугуца в центре города, которому ни до кого из центральных властей последние 10 лет нет дела, который сейчас уже получил в том же правительстве АВИС на получение 10-этажного здания монстра в центре, в парке, который ну никак туда не вписывается. Вот сейчас говоря, вот мы только что говорили о туризме, о привлечении людей, ведь действительно, если центральная власть, если в флимарии был бы мэр и была бы администрация исполнительная власть, вместе с центральной властью, действительно заботились о том, чтобы Кишинев был привлекательным городом, то они как минимум вот на месте, этом месте могли бы, вот к примеру, построить какой-нибудь современный центр, ну, назовем музей современного искусства Молдова или там туристический, туристический портал Welcome to Moldova, да, где, это на центральной улице, где можно было цифровые панно, табло, история, куда поехать, где вы находитесь, исторические здания, то есть можно было вот на месте Гугуца двух-трехэтажный, очень крутой, современный, цифровой вот такой, типа небольшой портал, но приехал человек в Молдову, пришел в центр города погулять и заходит туда и узнает все о Молдове, начиная куда поехать, как можно было... центральная власть делает, что хочет, застройщик прет и так далее. И это, возвращаясь к вашему вопросу по поводу, какую брать за основу, какую модель. Вы знаете, какую бы модель мы не брали, если бардак, который длился последние десять лет, будет продолжаться и после выборов, к сожалению, мы видим, что произошло и после выборов в Кишиневе, мы видим, как, во что превратил Дарин Киртуако этот город за последние десять лет. И вот, к сожалению, вот пока мы, вы же понимаете, вот мы вот последние два-три года в Муниципальном Совете пытаемся вот пробиться сквозь вот эти обвалы и, исходя из наших возможностей, мы привносим какие-то решения, которые постараемся, даже несмотря на то, что там творится что-то неладное на исполнительных властях, мы все равно проталкиваем решения там электронной госзакупки, электронное голосование, транспарентность и так далее, борьба с коррупцией, сколько можем, но без тотальной смены власти, в том числе на уровне парламента и правительства, без того, чтобы пришла новая команда людей, уже понятно, что за десять лет эти ребята, которые вот у власти были, эти все альянсы за евроинтеграцию и вот эти все политики, которые менялись альянсами, кто выходил, кто заходил, кто в тюрьму, кто обратно, ничего не изменится, потому что мы видим, что даже уже выборы в Кишиневе, они что хотят, то и делают через судебную систему, да, и к сожалению, и вот качество жизни кишиневцев также страдает, как и в принципе качество жизни всех жителей всей страны, и это не хуже, не лучше, страдают все, но опять-таки я просто к чему хочу закончить свою мысль, что Кишинев может стать хорошим, интересным, привлекательным для инвесторов, для молодежи, для специалистов, людей, и самое главное, удобный людей для кишиневцев, самих, которые живут, он не такой огромный для больших, если Москва могла сделать рывок, там 20-ти миллионная Москва-гумерация, да, за 2-3-4 года, даже несмотря на что огромное количество денег там есть, тем не менее, здесь в Кишиневе тоже есть ресурсы, которые можно было бы использовать, а государство на центральном уровне тоже может помогать, но к сожалению, мы имеем, что имеем, центральная власть вообще самоустранилась от управления Кишинева, они даже не пытаются выиграть выборы в Кишиневе, понимаете, то есть, я к чему говорю, что вот в России, к примеру, да, там есть выборы, но мы понимаем, что там жесткая вертикаль власти, там порядок, здесь говорят, что есть демократия, там, мы не хотим авторитарен, как в России, хорошо, покажите демократию, что вы можете сделать с этой демократией, вот, были выборы, в итоге что было, 250 тысяч человек проголосовали, стоят 125 за одного, 116, 120 за другого, и в итоге все 250 тысяч голосов поставили и выплюнули, и мы вернулись к тому, что мы имеем, если мы имеем ио мэра, который сам себе подписывает, что я хочу быть ио мэром, и вот это самая большая проблема, я очень надеюсь, что вот в ближайшие месяцы, когда пройдут парламентские выборы, все-таки, наконец-то, мы сможем принести настоящее изменение, потому что очень тяжело, Александр не даст мне соврать, то есть, мы бьемся, как головой об стенку, мы делаем все, что можем, но когда все, действительно, многие институты государства не просто захвачены, они просто не функционируют, люди говорят, вот, как можно там построить, где, почему не проверяют строительство, почему никто, никому нет дела, потому что везде все коррумпированы от а до я. То есть, изначально система расшатана и не управляется законом, управляется практически, ну, не знаю, тем, кто считает. Если вы позволите, я хотел дополнить Стаса, ну, во-первых, в России, конечно, вертикаль достаточно сильнее, чем у нас, но вот из того примера, что нам представитель Городумы Москвы представил, более демократично, вот как это ни странно, там, все пытаются из Путина сделать авторитарный режим, там, я не знаю, там, как чувствуют россияне, но вот пример, вот 12 миллионов москвичей на отпуск, на праздники и так далее, выезжает приблизительно полтора-два миллиона, то есть полтора-два миллиона, 9 сентября, когда будут выборы мэра Москвы, они как бы не участвуют в выборах, и они пришли к какому выводу, они говорят, раз москвича нет, мы к москвичам придем. Они в Подмосковье создают 218, по-моему, или сколько там, более 200 дополнительных избирательных участков, заранее регистрируют туда людей, то есть, у нас... Это те, кто выехал на дачи, выехал за город... Совершенно верно, человек находится на даче, у него в дачном поселке открывается избирательный участок, он заранее регистрируется, то есть, электронно он регистрируется... И он, когда чувствует такое внимание, конечно же, понимает, что не просто имеет право избирать, он его охотно исполняет. Естественно, и теперь сравните с нашей реальностью, когда должны были в России открыть 150 дополнительных избирательных участков, 450 тысяч молдаван находятся в России, на них плюнули... Да, официально, да, так больше. На них плюнули и не открыли, всего открыли 5 избирательных участков, причем в тех городах, где меньше всего молдаван, специально создают условия, кто посчитает пропускную способность. А Виталий наоборот, да. Ну, совершенно верно. А по поводу Гордумы, ну, к сожалению, вот в прошлом году у нас была более широкая встреча с председателем Гордумы, было более, как с российской стороны, так и с нашей стороны больше людей было, нам провели экскурсию, показали, у нас была договоренность о широком сотрудничестве. То есть, мы обратились к россиянам, к москвичам в данном случае, сказали, ребят, то есть, ну, 9 мая, георгиевские ленточки там и так далее, маслица, это все классно. Вот, ну, это мы ценим, мы это понимаем, потому что мы в одних исторических условиях как бы выросли. Но нам необходимо решать конкретные структурные проекты решать. Ну, к примеру, у нас самый сложный, дорогой, который Кишиневу не по карману. И если бы московский старший брат, скажем так, согласился, это бы Кишинев надолго запомнился, и Москва решила бы нам, ну, к примеру, транспортный узел в районе Табачки. Я не знаю, сколько он стоит, но это цифра более 25 миллионов евро. Надо продумать его, изучить логистику движения транспорта. Естественно. То есть, во-первых, интеллектуальная разработка, то есть, КАГО сделали, во-вторых, реализация. Нам было обещано, более того, мы расписали целый список, в принципе, что нужно было решить, но возникает вопрос, а с кем это делать? Мы, конечно, рассчитывали, что будет победа на выборах, и, в принципе, показывало, что по нашим подсчетам наш кандидат выигрывал, но случилось так, как оно случилось. Сейчас, на этом этапе, как сказал Стас, в связи с тем, что администрация не наша, наш кандидат не является мэром, но городу все равно нужно развиваться. Мы этой администрацией, находясь в оппозиции в муниципальном совете, мы не возглавляем администрацию. У нас нет примара, у нас нет главного архитектора, у нас нет начальников управления, у нас никого нет, кроме 19 советников из 51-го. Но, зная этот факт, мы не собираемся, мы в оппозиции, мы будем сидеть сложа руками. Мы попросили наших представителей из Моргордумы, и они готовы своих экспертов, вот как сказал Стас, в области ЖКХ, в области транспорта, в области здравоохранения, организации здравоохранения в городе отправлять к нам, для того, чтобы поделиться опытом. Вот недавно был представитель техническо- информационного департамента Туз Мухаммедов. Да, Туз Мухаммедов, который реализует проекты и в школы «Умный город». Это проекты, которые удешевляют управление городом. Вы представьте себе, мы говорили уже, троллейбусный парк и автобусный парк, там огромный штат бухгалтеров, статистов, экономистов, юристов, которые непонятно чем занимаются. Эту работу можно выполнять в электронном виде, во многом. Можно взять отдельно какой-то юридический департамент, который будет обслуживать один юридический департамент, будет обслуживать все муниципальные предприятия или отдельный департамент по бухгалтерии, который будет вести бухучет во всех этих предприятиях. А это удорожает билет, это удорожает стоимость проезда. И вот по многим таким моментам, в том числе внедрение GPS, внедрение электронного билета, который наша фракция внедряет, это все удешевляет работу муниципальных предприятий, удешевляет проезд, удешевляет услуги для самих кишиневцев. Соответственно, освобождаются определенные деньги, которые можно внедрять на проекты. Пожалуйста, внедряйте. Мы сейчас находимся в такой ситуации, когда мы нашими руками создаем для этой администрации условия для нормальной работы. Вы хотя бы работаете, хотя бы элементарные вещи делаете. Но это, к сожалению, происходит так, как происходит. Не рождалась ли, вот после таких встреч, которые проходят на урбанистических форумах, не рождалась ли идея провести нечто подобное здесь, у нас в Кишиневе, для того, чтобы пригласить желающих работать на благо собственного города, или, может быть, желающих тех, кто хочет помочь нашему городу, или, может быть, даже тех, кто умеет создавать какие-то стартапы в самых разных областях, показать себя на совершенно непаханном месте. Смотрите, вот после приезда мы организовали... Мы заранее его планировали, конечно, но под впечатлением, опять же, московского урбанистического форума мы заставили, попросили Главного управления архитектуры и Кишинева проекта специализированного муниципального предприятия по развитию города, которое должно планировать развитие города, представить анализ исполнения генерального плана 2007 года. Для того, чтобы разрабатывать что-то на будущее, нам должны сказать, а почему не так? Ну, скажем так... И что уже успели наворотить? Да, и что уже успели наворотить? Если в двух словах, то, в принципе, генплан 2007 года просто не исполняется. Более того, исполнение генплана специально были созданы такие условия, что был бардак для того, чтобы мафия мебеляра, как его называется, занималась зарабатыванием денег за счет ущемления интересов Кишиневцев. Вот что происходит. Мы это услышали. Мы предложили несколько инициатив. Ну, во-первых, вот сейчас идет разработка, должна начаться разработка технического задания концепции устойчивого развития транспортной инфраструктуры. Конечно, есть со стороны гражданского общества определенные претензии по поводу процедуры принятия. Так это настолько важнейший документ, его нужно делать. Но пока будет сделано техническое задание, потом будет сама концепция сделать. На основе концепции должны сделать саму комплексную, то есть технический документ, комплексно-транспортная схема, то есть рисунки, развязки и так далее, образно говоря. Далее должны актуализировать, сделать заново пуз-центра, зональный план-центра, исторического центра. Он не соответствует комплексно-транспортной схеме из-за того, что там нарисована улица Кантемир, где 28 исторических памятников, и Министерство культуры отказалось заверять данный проект. А дальше уже идет актуализация самого генплана. То есть мы идем наоборот. Мы предложили и попросили главного управления архитектуры сделать следующие вещи. А. Это сейчас нам представить информацию и подготовить проект решения о разработке пуз-центра. То есть для того, чтобы не ждать пока сделать эту работу, это год времени, а чтобы они сейчас начали, чтобы мы предусмотрели в бюджете на 2019 год и деньги на пуз-центра. Тогда это будет работа на полгода, мы укорачиваем времени, чуть сокращаем времени. И представить информацию, подготовить какие необходимые средства и наша помощь. То есть по инициативе фракции социалистов мы хотим провести Кишиневский урбанистический форум. Ну, посмотрим, когда это получится. Посмотрим, насколько это возможно. Сейчас именно в стадии обсуждения, в стадии концепции. Планируется это сделать 12-13 октября, для того, чтобы гости могли прийти... Уже в этом году? Да, в этом году. Для того, чтобы 14 октября гости могли посетить храм Кишинева, то есть День города посмотреть. Постараемся, чтобы это действительно было использовано. Опять же, если бы это зависело только от нас, мы бы это уже делали три года, как мы находимся в Совете. Но, к сожалению, за три года вот этого Совета и за десять лет администрации Киртуаки до сих пор в руманистических форумах не было. То есть это говорит о подходе, это говорит о наплевательском подходе, потребительском отношении к Кишиневу для зарабатывания денег для своей собственной партии, для своего собственного кармана. А мы хотим, чтобы город развивался. Это самая лучшая политика, это самая лучшая реклама, когда Кишиневец чувствует на себе улучшение города. И вот 12-13 октября постараемся провести. Санислав, вопрос вам. Москва, чем, какой главный урок из руманистического форума вам удалось вынести, что бы хотелось, в общем-то, реализовать или, во всяком случае, какой алгоритм действий должен присутствовать, например? Смотрите, как такового, одного главного урока, наверное, нет, но есть такое впечатление, есть вот такое четкое убеждение, по крайней мере для меня, я еще раз для себя понял, что нельзя никогда, первое, никогда нельзя бояться ставить смелые планы, потому что, действительно, то, что произошло в Москве за последние годы, это смелые и большие планы, и они реализовались. И нельзя бояться инноваций, потому что мы живем в цифровой век, многие парадигмы и образования, и градостроительства, и вообще вся наша жизнь сейчас меняется намного быстрыми темпами, чем было в 20-м веке. И сейчас понятно, что Кишинев отстал на многие годы, по многим парагентам, но тем не менее, если на то будет политическая воля и синхронность работы, и желание работать, то мы можем достаточно быстрыми темпами, я думаю, решить многие проблемы. Опять-таки, я возвращаюсь, еще раз хочу подчеркнуть внимание наших телезрителей, что действительно очень, очень мега важно то, какова будет власть после парламентских выборов, потому что оттуда, как бы там контролируется все, там контролируется генеральная прокуратура, там контролируется общая, как бы общая политика государства, насколько, что будет с экономическим развитием, остановится ли отток населения, и так далее. Кишинев это производная, может быть к сожалению, может быть к счастью, но так оно есть, так в любой стране. Астралийца государства, она во многом зависит от того, как оно развивается в целом. и я очень надеюсь, что все-таки, потому что, и даже судебная система, вот 10 лет судебной системы, система привела к тому, что просто по одному извешению суди, там с годовым стажем, выкинули практически четверть миллиона голосов. И Кишинев опять остался без управления. Нет, при том, столько комплиментов реформы судебной системы. Да, вот с этого нужно начинать. Поэтому, возвращаясь к тому, что делать, чтобы город развивался, должна быть четкая команда, у которой есть политическая воля, которая доказала, что она может в течение этих последних трех лет, вот я, конечно же, в первую очередь, говорю про нашу команду, потому что наша команда, в том числе и в парламенте, и в муниципальном совете, вы можете просто поднять статистику всех проектов решений муниципального совета за три года. Ну, я думаю, что процентов 90-95 социальных это социалисты, то есть все надбавки, все компенсации, социальная политика, медицинское здравоохранение, многие технические регламенты, тоже процентов 60-70 социалисты. Борьба с коррупцией, это тоже очень много, начиная все электронное голосование, транспарентность, и транспарентность, то, о чем говорят, что вот европейская. Если посмотреть на другие фракции, ну, к сожалению, вторая крупная фракция либерала, это практически 90% это земельные вопросы, там, где и коррупция, а остальные политические партии, у них там есть 5-3-2 человека один, то есть, да, понятно, что у них есть уже какие-то решения, но это все не системная работа, к сожалению, у них просто нету возможности. Поэтому, единственная большая сила, которая 10 лет не была у власти, и которая не причастна к этому бардаку, это социалисты. Я очень надеюсь, что все-таки, ну, и кишиневцы, в том числе, поймут, что вот единственной возможностью в следующем году, чтобы Кишинев действительно начал развиваться, это должна быть смена власти на уровне парламента, и, конечно, потом местные выборы уже в нормальных условиях, в демократических условиях, с новой властью, и уже в нормальных, реальных условиях, без проблем с интерпретацией законодательства, без вот этих, там, можно в день выборов, нельзя, без того, что, если человек использует зарубежных политиков или нет. Это вот несколько главных вещей, которые, на мой взгляд, исходя из того, что мы вот три года пытаемся, делаем, внедряем много чего, но глобально решить вопрос, и по-настоящему сделать рывок, можно будет только исходить из вот этих перечисленных многослований. Иными словами, Кишинев, это как зеркало политической жизни страны. Абсолютно. И он болеет теми же болезнями, коррупция в первую очередь. Ну и под занавес тогда, все-таки, хотелось бы немного услышать о том, что сегодня происходит в стенах на заседаниях муниципального совета, над чем приходится работать, с чем приходится бороться, и вот, так сказать, ваша характеристика того, какие процессы сегодня проходят в муниципальном совете. Ну, как мы видите из последнего заседания, ну, во-первых, нам с трудом удается, то есть нам нужно убеждать наших коллег о внедрении социальных проектов. Вот, опять же, по этим детским садикам в Кишиневе дефицит кадров нянечек, поварих и так далее, которые не имеют, вот, они получают тысячу триста леи в месяц. Тысячу триста леи. Более того, ей нужно приехать в Кишинев и уехать в Кишинев. Приехать с пригорода, это она не тратит, там, два лея на троллейбус, два лея обратно, она тратит 15-18-20 леи, там, в зависимости от какого пригорода. Не сложно посчитать 22-23 рабочих дня. Ну, представьте себе, вот, я когда увидел в одном из детских садов, что девушки ночуют, сначала возмутился, я говорю, что за общежитие, то есть в детском саду. А мне директор говорит, а как, а что я должна делать? Если она, вот она понедельник-пятница, она работает и ночует, на субботу-воскресенье она уезжает домой, потому что она замужем, детей пока нету. Мы предложили, мы сейчас будем компенсировать, слава Богу, мы убедили наших коллег. Хотя вот, я вообще не понимаю, этого не требует убеждения, это как бы само собой разумеющееся. Для того, чтобы люди оставят, мы предложили 500 леи на отбавку к зарплате, плюс 1000 леи на компенсирование аренды помещений, то есть аренды жилых помещений, для того, чтобы люди не ездили туда-сюда. Понятно, что там, если ты хочешь снять квартиру за 500 долларов, но это твои личные проблемы. Если ты снимаешь общежитие, ты там, может быть, чуть дороже плачешь, но мы тебе 1000 леи оплачиваем, потому что нам необходимы эти специалисты, мы должны удержать. Если они уйдут с работы, мы должны закрыть все детские садики в муниципе. Это вот жители должны понимать. И мы создаем условия для того, чтобы няньки, поварихи были довольны, скажем, для того, чтобы довольны были наши же детки. Это наши дети. Вот мы, к сожалению... Возник интерес к этой профессии, может быть, даже привлечение... Ну, совершенно верно, интерес. Интересно. Кроме социальных проектов, безусловно, очень важные несколько проектов, которые мы предложили буквально вчера, и очень хочется посмотреть, как все-таки, когда мы соберемся, в следующий раз... Как реагируют ваши коллеги. Да, наши коллеги. Это очень важные проекты, связанные с беспределом, остановкой беспредела в сфере строительства, в общем и в частности с Гугуцей. То есть мы предлагаем все-таки все земельные участки, которые переданы в... Ну, не в частную собственность, а в доменю приват, то есть сданы в аренду, на которых... Из частной сферы в публичную сферу. Из частной сферы в публичную сферу. Это один проект, второй проект, чтобы примария имела возможность в частном... ну, в порядке, в отдельных порядках вместе с муниципальным советом все-таки выдавать разрешение на строительство на таких участках для добросовестных застройщиков, и чтобы, как бы, без проблемных стройков. И отдельный проект специально для... по вопросу Гугуцы. Возвращаясь к Гугуцы, потому что это такая большая тема сейчас. То же самое, вот этот проект именно связан с Гугуцей, чтобы перевести его в публичную собственность, чтобы там не могли строить десятиэтажные здания. И это вот тоже такой проект, который мы очень хотим посмотреть, как остальные советники будут голосовать, потому что, опять-таки, для многих советников все-таки вопросы земельного характера и строительства это такая коррупционная составляющая. которая позволяет им зарабатывать деньги, а не работать в интересах горожан. Стас, я еще секунду добавлю. Я призываю жителей все-таки смотреть трансляции муниципального совета для того, чтобы было понятно, потому что не всегда видно, что на самом деле происходит. А повторюсь, хочу, происходит следующее. Вот фракция социалистов 19 советников из 51-го. Мы мало того, что мы деремся и боремся за социальные проекты и пытаемся противостоять этим распилам и земельным проектам, а это и есть реальная борьба с мафиями Беляра, как заявляет господин Анастас. Вот именно на начальном этапе не будет проголосован проект решения либералами, которые его поддерживали. Значит, не будет какой-то застройки, не будет еще мнения интереса. Мы пытаемся противостоять это в муниципальном совете с фракцией, а потом мы еще боремся с администрацией, которые, извините, не всегда выполняют те проекты решения. Вот есть вопрос по электронному билету, есть другие проекты, которые уже приняты, они обязаны это исполнять, но вот это исполнение почему-то буксует, и мы вынуждены давать им пинок под одно место, простить для того, чтобы они выполняли свою нормальную работу. Ну, будем желать вам успехов, и если надо помочь в этих пинках, то мы, журналисты, со своей стороны готовы предложить необходимые усилия. Спасибо вам за этот разговор. Время, к сожалению, диктует свое, и мы подошли уже к завершению программы. Я надеюсь, что все ваши планы, о которых вы сегодня говорили, в том числе и организация Кишиневского урбанистического форума, первого такого форума, стала реальностью, потому что наверняка это как раз тот самый момент, когда хотелось бы показать себя, посмотреть, что делают другие, и, может быть, кому-то стало бы, если не стыдно, это во всяком случае или несовестно, но, во всяком случае, ну, было понятно, что без движения вперед невозможно. Ведь отвечать за свои поступки нужно, особенно тем, кто украл, украл практически территорию жизни у Кишиневска. Я вот хотел вам пользуясь случаем, все-таки, со своей стороны, поблагодарить ваш телеканал за то, что вы, наверное, один из немногих телевидений, который регулярно снимает и заседания комиссии, и трансляции. На нашем сайте. Спасибо вам огромное, потому что это очень важно. Вы вносите в лепту в борьбу с коррупцией, реальную лепту, просто там покричать на протестах, а вот ежедневная, такая муторная работа, которая позволяет людям, вот там, муниципальным советникам и другим чиновникам в тишине кабинетов не принимать коррупционные решения. Понятно, что они это делают в других, может быть, местах, но, тем не менее, хотя бы так, публично мы можем их пристыдить и зафиксировать. Наращивать техническую базу, чтобы в тех местах тоже... Действительно, народный канал. Спасибо. Спасибо. Пусть боятся. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Александр Денцов и Станислав Вартанян. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин